Ну что ж, всех приветствую и сегодня я вам расскажу об очередном летнем обновлении учебных курсов лаборатории Касперского. На всякий случай напоминаю, что я штатный преподаватель учебного центра компании Softline Education, да, московского офиса. Авторизованный тренер кода безопасности, Semantic, Kirio GFI, сертифицированный тренер, конечно же, лаборатории Касперского, Microsoft Certified Trainer, авторизованный тренер Dr.Web и InfoWatch. То есть как-то так исторически сложилось, что секьюрити, безопасность, это моя специализация как преподавателя, да. Так, ну вот с 1 июня обновились у нас следующие три курса, да, базовый, конечно же, основной Касперский Endpoint Security and Management, защита серверов и теперь встраиваемых систем 005.11 и System Management. Все это ожидаемые были обновления. Ну и немножечко про каждый курс давайте я расскажу, да. 002.11.6 это по традиции базовый, основной курс, посвященный Касперский Endpoint Security, нацеленный даже, может быть, совсем на неопытного администратора антивирусной защиты. Достаточно для начала, для начала обучения разбираться в основах TCPIP, да, иметь базовые знания, навыки администрирования Windows, с остальным как-нибудь слушатель, остальное как-нибудь научится делать, да. Это базовый курс, изучается на нем Касперский Security Center, Касперский Endpoint Security, рассматривается ситуация базового развертывания в небольшой сети, видите, в сети до 1000 клиентов, то есть это самый базовый курс. Ну, программку мы сейчас посмотрим. 3 дня, 24 академических часа, да, и вот такая у него программка. 4 главы, 4 модуля, 3 дня, в первый день, первая глава, введение, хотя ее вполне можно было бы назвать внедрение, потому что там, собственно, обзор, решение Касперский Endpoint Security для бизнеса, для чего какие компоненты нужны, и, собственно, внедрение, да, установка сервера, развертывание клиентов. Второй день, вторая глава, управление компонентами защиты, да, то есть там последовательно разбираются компоненты защиты, ну, правда, все, кроме контроля и шифрования, шифрование в этот курс не входит, и в третий день 2, 2 главы, это, собственно, компоненты контроля, 4 компонента контроля, будем изучать, и глава сопровождения, что с точки зрения лаборатории Касперского должен делать администратор, после того, как все он запланировал, развернул, настроил, группы политики создал, и вот теперь, собственно, началась эксплуатация продукта. Три дня, 22 лабораторных работы, еще раз повторяю, базовый курс, именно с него, если вы не знакомы с решениями лаборатории Касперского, стоит начинать обучение. Значит, что нового по сравнению с предыдущей версией курса? Ну, во-первых, конечно же, материалы курса, теория и лабораторные работы обновлены до самых свежих версий, до 13-й версии Security Center и до самого свежего клиента 11.6. Обратите внимание, во всех трех этих курсах обновленных для лабораторных работ используется новая веб-консоль, то есть не старая MMC-консоль, а новая веб-консоль, и при этом в лабах используется англоязычный интерфейс. То есть в плане базового курса это может составить проблемы для слушателей. Но если слушатель опытный, никто не мешает ему, то есть знаком с продуктом, делать лабы в MMC-консоли или переключить язык веб-консоли на русский, и по картинкам просто выполнять действия, несмотря на то, что там английский язык, выполнять на русском, без проблем. Так, добавили в курс немного информации про клауд-консоль, но все-таки это не облачный курс, не облачному решению посвящен. И рассказывают о новом функционале, конечно же, о слиянии исключений в политиках, это занятная фича, о возможности разрешить пользователям все-таки к централизованным исключениям добавлять свои собственные локальные, и о новой задаче принудительного удаленного удаления данных. Но основное это все-таки обновление под новую версию, конечно, сервера и клиентов, под новую веб-консоль. Да, это основное в этом курсе. Следующий курс посвящен Касперски для Windows серверов, Касперски секьюрити для Windows серверов. Он у нас двухдневный, 16-часовой, посвящен изучению двух теперь продуктов. Касперски секьюрити для Windows серверов, и Касперски секьюрити для Embedded систем. То есть раньше был отдельный однодневный курс, который как-то совсем не проводился, то теперь Касперски Embedded секьюрити встроили в этот курс просто, потому что он построен, сам продукт построен на основе Касперски секьюрити для серверов Windows. Соответственно, курс, основное отличие от предыдущих версий, он обновлен до новой версии, и включена информация про Касперски Embedded секьюрити. Два дня, курс хороший, напряженный, но он, конечно же, уже рассчитан на человека, который имеет, безусловно, опыт работы с Касперски секьюрити центром, то есть на опытного администратора Касперски секьюрити для бизнеса, или на человека, который прошел обучение на предыдущем вот нашем базовом курсе. Первый модуль на этот раз именно введение. Рассказ об этих продуктах, что это за продукты такие, для чего они предназначены, какие у них функции, какие компоненты. Это Касперски секьюрити для Windows сервер и Касперски Embedded System Security. Вот еще раз повторяю, основное новшество здесь, это обновление до новой версии Касперски секьюрити для сервера, и включение продукта Касперски Embedded System Security. Второй модуль внедрения, собственно. Внедрение, установка. Настройка групповых задач, третий. Затем обзор функционала по защите именно файловой системы. Отдельно глава посвящена новому компоненту защиты от сетевых атак. Отдельно глава посвященная защите RDP сервера. Терминального сервера, конечно же. Но, как я на курсе каждый раз повторяю, обратите внимание сразу, что на самом деле этот функционал не обязательно на терминальном сервере, конечно же, использовать. Контроль запуска программ. Контроль устройств. Диагностика системы. На самом деле под диагностикой системы принимаются два компонента. Компонент мониторинг файловых операций и анализ журналов. Обратите внимание, контроль устройств. Видите, есть отдельный раздел, посвященный контролю устройств в Касперске Embedded System Security. Защита систем хранения данных. Это, конечно же, именно к серверному продукту. В том числе защита шифрования от Meetup. То есть у нас там виртуализированный Meetup есть в лабораторных работах. Ну и последняя глава про дополнительные настройки. В частности, туда выкинули управление файловолом Windows. Вот. Потому что раньше был отдельный разделчик. 19 лабораторных работ. Еще раз повторяю, курс интересный, лабораторки сложные. Там много виртуальных машин. Рассчитан все-таки на опытных администраторов Касперские Security для бизнеса. Или прошедших обучение на предыдущем курсе. Так, ну что нового я уже сказал. Ну давайте еще раз. Материалы курса обновлены до свежей версии Касперской Security для Windows сервера. Так, добавленная информация, теория и лабораторные работы, посвященные Касперским Bedded System Security. И второй раз вам напоминаю, и третий раз напомню, что лабораторки выполняются в новой веб-консоли. И при этом используются англоязычный интерфейс. И это сейчас для всех современных курсов будет так. Так, ну и последний. Управление системами. Посвящен изучению функционала систем менеджмент в Касперский Security Center. То есть управление обновлениями, конечно же. Патч менеджмент. И захват, развертывание образов операционных систем. И немножечко про все остальное понемножку. Инвентаризация софта, инвентаризация оборудования клиентских машин. Управление сторонними лицензиями. Интеграция с внешними системами. Один день, 8 часов. И тоже предполагается, что слушатели приходят опытные. То есть с нулем знаний делать тут на самом деле нечего. Да, потому что человек должен быть знаком с интерфейсом Security Center хотя бы. Потому что там сразу с места в карьер начнутся лабораторные работы. Человек должен быть знаком с основами администрирования Касперский Security для бизнеса. Так, ну вот содержание. Тут основное отличие это, ну конечно же опять обновленная версия продуктов. И немножечко подредактированное содержание. Теперь на первое место вынесено именно патч менеджмент. Ну сначала обзор функционала делают, да. Потом большая глава, она там основная все-таки. Две основных тут главы. Это управление уязвимостями и обновлениями. Вторая основная здесь глава это захват развертывания образов компьютеров с помощью Security Center. Очень популярный функционал. И уже в самом конце, раньше все было просто наоборот, уже в конце, обзор остального функционала, учет сторонних лицензий, сбор информации о софте-оборудовании, удаленное подключение к клиентскому компьютеру, интеграция SIM. Один день, восемь часов, четырнадцать лабораторных работ. Повторяю, курс рассчитан на людей, имеющих опыт администрирования Касперский Инпоинт Секьюрити для бизнеса или прошедших обучение на базовом курсе 002.11.6 теперь. Так, ну вот, что нового в этом конкретно курсе? Изменилась структура, как мы видели, да. То есть на первое место вынесли патч менеджмент. Так, лабы опять делаются на веб-консоли. Да, учебник писали под двенадцатую версию Секьюрити-центра, поэтому в номере курса 09.12. Но на самом деле, конечно же, мы будем использовать тринадцатый Секьюрити-центр и агентов администрирования от него. Ну, про английский интерфейс я третий раз напоминаю, что в лабораторках будет использоваться новая версия веб-консоли с англоязычным интерфейсом. Ну что ж, всем спасибо за внимание, да, приходите к нам учиться. Ссылочки на курсы на нашем сайте учебного центра я размещу в описании видео. Всем спасибо.